недавно закончился очередной съезд партии нуратан который кроме того что изменил свое название должен был означать переход как бы казахстана в новую стадию развития так скажем точнее сказать в новую программу развития страны но нас интересует не столько что произошло реально на съезде сколько те события которые предшествовали этому мероприятию в частности мы говорим о неожиданной и резкой смене второго человека во власти в казахстане в с точки зрения преемника это главы сената на место кайрата маме пришел к сымжамар такаев и вот с этой с этого вопроса мы начали разговор в студии с нашим гостем саджаром ашировичем куртовым добрый день вот как вы считаете что произошло это была отставка маме или назначение такая в качестве преемника в большей степени конечно политологи другого разного рода другие эксперты очень любят такие вот версии еще больше журналисты да еще больше конечно журналисты поскольку журналистам нужно в печатных сми ежедневно выдавать и желательно какие-то сенсационные материалы привлекать читателей привлекать радиослушатели телезрители и иногда их предположения они ну не всегда имеют весомые доказательства собственно говоря тот то предположение о том что такаев может быть преемником но салтана биши назарбаева с моей точки зрения лежит именно в этой плоскости почему я так думаю да потому что это ведь не первый раз и сам этот персонаж становится сенатором и и не первый раз но салтана биши тасует тех лиц которые по версии журналистов и экспертов в разные годы выдвигались на вот этот вот пост преемника или а еще раньше наследника наследника салтана биши вича так вот да формально юридически если говорить это второй пост государстве это все правильно этот пост стал формально юридически таковым не только в 1000 далекому уже 1995 году а собственно говоря в результате реформ конституционных осени 1998 года когда скоропалительно были внесены ряд принципиальных изменений в конституции именно тогда был закреплен действующий порядок до настоящего времени когда в случае не дай бог того форс-мажора что что-то случается с действующим головой государства и полномочия переходит второму лицу без проведения выборов это надо принципиально подчеркнуть то есть обычно в демократических странах полномочия первого лица переходит в результате выборов либо если прозвучается форс-мажор какой-то все мы смертны да у всех у нас здоровье может резко пошатнулся и тогда возникает такое понять как не дееспособность да но все равно конституции большинства государства мира ограничивают по времени исполнение обязанностей до проведения выборов но казахстан решил иначе тогда в далеком девяносто восьмом и сейчас эта практика по сути дела продолжается и тем не менее пусть даже это второе лицо государстве но возникает вопрос а что но султан абишевич решил уйти до истечения срока нынешнего который ему отмерен до то есть 2016 года я таких заявлений откровенно говоря не слышал есть версии о том что это может произойти это первое обстоятельство пока что по внешнему виду но султан абишевич не скажет что находится что называется в периоде какой-то тяжелой неизлечимой болезни с другой стороны сама фигура такая да у него достаточно весомый послужной список еще советских времен когда он работал на дипломатической ниве в китае и был призван назарбаевом помочь в становлении независимого казахстана смысле министерства иностранных дел в далеком уже 1992 году но не будем лукавить большую часть своей карьеры такая проводил на дипломатической службе это в нормальном государстве министр иностранных дел это знаковая величина но в казахстане в той авторитарной системе власти супер президентской республики которая существует в этой стране нужно смотреть на это под другим углом зрения очень часто совсем иначе чем это смотрят в европейских странах или же в североамериканских государствах министр иностранных дел это тот человек который не участвует в решении принципиальных вопросов внутри страны то есть в тех вопросах о дележе собственности о дележе власти у него есть вполне конкретный участок работы связанные с тем чтобы пиарить казахстан в других государствах и создавать надлежащие условия для развития казахстана в его взаимоотношениях сильными мира сего то есть ведущими государствами мира в этом смысле пост министра иностранных дел это наоборот пост куда отправляют человека который ну во первых конечно может справиться с этим в силу своего образования профессиональной подготовки личных качеств и так далее но в основном управляющего к либо в ссылку либо человека который не является знаковой величиной вот во внутриполитическом раскладе то есть не является каким-то знаковым представителем какого-то клана допустим да или политической группировки или лидером политической партии если речь идет о партийных государствах казахстан таковым не является таким образом это обстоятельство скорее свидетельствует о том что версия предполагающий что такая может быть преемником назарбаева она не подтверждается и есть еще одно обстоятельство давайте обратим внимание на возраст этого человека все-таки ему 60 лет это возраст с одной стороны на востоке весьма почитаемый поскольку в восточных государствах граждане то есть электорат они плохо относятся когда на первые места в государстве первые посты претендует безусый юнец что называется здесь вроде бы все говорит наоборот в пользу такаева но с другой стороны если мы рассуждаем в парадигме но султана бишевича что ему нужен не просто преемник а человек который бы гарантировал незыблемость проведение курса который но султана бишев считаем нужно считает нужным то есть того курса который проводился все годы нахождение назарбаева власти курса который создал из казахстана то чем является это государство в настоящее время курса который привел к тому что ближайшие родственники но султана бишевича стали богатейшими людьми казахстана вот в этом смысле разве такаев может длительное время обеспечивать преемственность этого курса не проще ли было если такая цель ставилась назарбаевым выбрать более молодого политика политика может быть более связанного с интересами самого на султана бишевича и его семьи и здесь опять-таки это свидетельствует о том что версия о том что такая уж сто процента был избран в качестве претендента на наследование должности главы государства но все таки не выдерживает критики то есть есть факты которые говорят как за эту версию так и против и с моей точки зрения фактов которые свидетельствует против этой версии все-таки больше ну вот я с вами согласен единственное мне вызывает вопросы такая вещь это же не противоречит тому что да такая очень надежный человек он не имеет никакой влиятельной поддержки внутри страны а значит он идеальная фигура переходного периода у него не может быть своей повестки то есть в то же время это позволяет не подставлять фигуру реального преемника если таковой имеется на свет потому что известно любой так сказать кандидат на пост преемника немедленно подвергнуться жесточайшему прессингу что несмотря на отсутствие демократии это не отменяет внутренней жесткой политической борьбы внутри самой страны как под коврами так сказать но вот связи с этим не может быть этот человек рассматриваться как такой гарант что ли переходного периода здесь проблема сводится к следующему о каком переходном периоде мы ведем речь то есть в этой версии предположительно чтобы некий человек который обладает но абсолютным доверием нурсултана бишевича и которого он выбрал в качестве настоящего преемника он пока знаете как у шиитов сокрытый имам вот в таком виде находится и в случае ухода назарбаева со своего поста назначается на этот пост такаев и он таки обеспечивает вот ну какой-то выбор и право некий переходный период но ведь это понимаете очень такая надуманная с моей точки зрения версия папа потому что политическая борьба и политические интересы разных группировок разных кланов казахстане разных финансово промышленных групп они же никуда не делись они в случае ухода назарбаев все равно всплывут все равно придется решать сложные проблемы очень сложные проблемы все равно возникнет политическая борьба и все равно с моей точки зрения эта борьба очень вероятно выйдет за рамки дозволенного поскольку но не секрет для особенно казахстанских телезрителей о том что примеры негативные мы видели в казахстане и в отношении того же сарсенбайулы до его трагической судьбы так вот в этих условиях а что фигура такаева она настолько может гарантировать что все будут с ним считаться ведь его политический вес как ни крути это не политический вес нурсултана бишевича нурсултана бишевич это такой имидж он сам его себе создал он его надежно взглядел на него работали сми казахстана фактически в каждом номере казахстанской официальной прессы это рисуется образ такого демиурга до основателя казахстанского независимого государства ну и уж тем более там введены в нормы законодательства начиная с 2000 года когда был принят закон о первом президенте все это прописано но в отношении такая его его заслуг парни просто несопоставимы насколько с ним будут считаться даже в этом переходном периоде то есть я думаю что формальные это такая версия может иметь место но реальная борьба она обычно вот эти все красивые построения политологов экспертов она комкает и отправляет мусорный ящик потому что на поле на кону стоит вопрос а не просто о власти а верховной власти на кону стоит вопрос очень серьезный потеряет кто-то сотни миллионов долларов своей собственности или наоборот приобретет и за власть за собственность за большую собственность будут драться отчаянно и здесь авторитеты очень часто могут очень быстро испепелиться кстати говоря мировая практика свидетельствует именно об этом вот какую бы революцию мы не взяли то есть российскую или например исламскую революцию в иране всегда были некие переходные от шаха там хамини люди назначались но их сметали сметали так керенского смели так и в ранее то же самое было потому что есть логика политической борьбы и она не подчиняется первоначально задуманным схемам и здесь вот фигура такая его у которого повторяю нет прочных позиций внутри политических группировок казахстана она выглядит до формально нейтральной но это же самое обстоятельство нейтральности обозначает что у него нет укоренившихся корней он не сможет в критический период опереться на какую-то конкретную силу он будет опираться только на легитимность норм действующих в казахстане но ведь сам наш ултан обещающий неоднократно вытирал ноги о норме конституции и тем самым дал очень плохой пример всем другим политикам казахстана и в том числе его вероятно преемник мы в том числе тем кто будет отчаянно бороться за власть в этой республике у меня есть во всей этой представке есть и второе слагаемое я имею ввиду о фигура кэра томами который в отличие от такая все-таки имел такую поддержку именно южного мощного достаточно и по численности то уж точно крупнейшего ну как бы и даже не сказал клана вот региональную как бы союза что ли кланов регионального группировки какой-то вот здесь нет какой-то темы под названием отставка представителей южных от ну власти ну формально юридически он же не ушел в небытие или на пенсию он тоже занял достаточно высокий государственный пост последние годы с южанами происходили всякие разные неприятности так сказать в процессе да я понимаю господствующей версии в экспертном сообществе казахстана что наш латан абишевич вот изменил то политическое поле которое сложилось в казахстане в 90-е годы когда действительно были четко выраженные группировки можно было сказать кто чем владеет кто в какую группировку входит но потом эта система была сломана сломаны были претензии некоторых ближайших родственников самого но шултана бешевича на верховную власть и даже есть версия очень тоже популярная в казахстане о том что но шултана бешевич наступил на горло собственной песни то есть будучи выходцем сам из старшего жуза да он тем не менее решил подвинуть южан аппетиты которых ну уж очень по мнению некоторых экспертов вошли в противоречие с национальными интересами казахстана да наблюдая за перестановками на политическом олимпе казахстана вроде бы такая версия находит свое подтверждение и тем не менее повторяю еще не вечер еще все может произойти еще эти люди которые сейчас находятся в тени или во втором эшелоне или вообще которые не светятся они могут бросить на стол в случае обострения политической борьбы те козыри которые у них никуда не исчезли то есть это и финансовые козыри и свои люди в административных органах казахстана и в силовых структурах казахстана и свои связи зарубежные вполне возможно что они тоже существуют речь может идти не а конкретные персоналии которые мы сейчас обсуждаем а вообще а вот понятие южан что называется ведь ведь в это понятие входит не один политик их очень и очень много и в этом смысле я не думаю что он уж солтан абишевич так уж резко отрезал ту пуповину которая соединял его с южными кланами республики а вот с точки зрения экономических перспектив если брать казахстана какая группа может быть усиляться сейчас вот где же какая-то объективная реальность развития страны но к сожалению объективная реальность развития казахстана в постсоветский период состоит в том что усиливается вот элементы такого азиатского восточно-деспотического правления вот в этом к сожалению стоит объективная реальность тот съезд якобы судьбоносный с чего мы начали сегодняшние наши обсуждения ведь на самом деле никаких принципиальных изменений никаких прорывных таких всемирно-исторических да вот пользуясь советской терминологии решений не принял там было изменено формальное название только это давно пора было делать потому что но зачем называться тем чем это партия по сути дела не давно уже является на самом деле и здесь я бы отвечая на ваш вопрос упомянул следующий прежде всего казахстан прошел до сложные определенный период за годы своей независимости но все-таки не в экономическом плане не во внешнем политическом плане не в плане создания надежной экономической основы здесь не были созданы те ресурсы та платформа которая бы позволяла надеяться что дальнейшее развитие казахстана тем бы им не кто бы им не руководил кто бы не пришел в конце концов в власти мирным путем осуществится этот переход или не совсем мирным. То, что дальнейшее развитие Казахстана будет действительно идти по такой безболезненной траектории, без шараханий страны в сторону. То, что будущее Казахстана будет надежно гарантировано. Все равно, так же, как и 25 лет назад, в стране существуют определенные проблемы. И в социальной сфере, и в экономической сфере, и в сфере взаимоотношений со своими ближайшими соседями, причем я имею в виду, оттуда не только Россию, но и других соседей Казахстана, они не были решены за годы независимости. И вот это создает такой клубок проблем, который Нурсултан Абишевич во времена своего долголетнего президентства разрешить так и не смог. И этот клубок, к сожалению, достанется его преемникам. Но Нурсултан Абишевич этого у него не отнять, и имел большой политический опыт разрешения этих проблем. Будут ли способны на это преемники, это очень большой вопрос. К сожалению, будущее Казахстана, оно не столь радужно, как хотелось бы многим видеть в Акарде. Казахстан, Казахстан